Друзья, привет! Я более-менее с балкона все убрала. Значит, мне нужно сегодня обязательно помыть окна. Я уже все для этого приготовила. Значит, вот средство от Фаберлик для окон, тряпочка для стекол, тоже Фаберликская. Кстати, нормальная тряпка, можно брать. Так, рамы я буду вот таким отбеливающим средством промывать. Купила новую щетку, потому что старая совсем у меня вышла, что-то из строя. В общем, вот такую щетку взяла в магазине порядок. У нее тут регулируется длина ручки. В общем, нормальная щетка, но тоже уже вот эта сеточка начала портиться. У меня в доме вообще много окон. Я как-то считала, по-моему, 23 окна. И все их я мою сама. Я никого не нанимаю, мне проще самой. И вообще, конечно, я делаю это постепенно, то есть мою окна постепенно. Не так же сразу, прям в один день взяла и начала мыть. Нет. Вот мне надо на балконе убраться, я здесь сейчас окна помою. Так, помимо этого окна, у меня еще есть вот сбоку окна, еще дверь стеклянная. Вот, в общем, водички тепленько наняла. После того, как я помою окна, значит, мне нужно запустить робота, соответственно, сюда. Помыть полы. И я хочу сюда комнатное растение вынести, чтобы они здесь воздухом подышали. Хотя им и в зимнем саду хорошо. Здесь солнце только в утренние часы. Вот сейчас утро, поэтому солнце светит прям прямиком, как говорится, сюда. Я не открываю окно, потому что у меня с Коди гуляет. Он такой шустрый, сейчас прям в открытое окно сразу начнет туда выпрыгивать. Я снимаю на свою камеру маленькую Соньку, и на ней совсем нет экранчика. Вот я с вами разговариваю, я сама себя не вижу. И, в общем, мне приходится следить за изображением по приложению. То есть себе на телефон я установила приложение к этой камере. И, в общем-то, я вот вижу примерно картинку, которая отображается в камере. Но она идет с замедлением. Ну, хотя бы так. Вроде ничего, только мне кажется, голова обрезана. Надо было чуть приподнять. Ну, ладно. Ладно, сойдет и так, как говорится. Да, да. Вот он, Котика. Шастает здесь. Да, Котик? Скажи, я здесь шастаю. Остальные кошки ревниво смотрят в окно. Потому что я запустила одного коди. Ой, ой, давай-ка, уходи. Иди, иди. Так, ну что, друзья, приятели. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какой мне предстоит здесь... Ну, половину я уже сделала... Ну, конечно, надо бы еще... Сейчас покажу... Протереть от пыли все вот эти вот полочки... Все, что на них стоит... Потому что я тут ничего не трогала с зимы... Так, здесь протереть. Дальше. Ну, здесь все так и останется. Помыть вот это окошечко с той стороны и с этой, соответственно. Оно у меня не открывается, вот это окно, поэтому придется ту часть, естественно, мыть с комнаты. Почистить мягкие стулья, то есть подушки почистить. Ну, вот этот стол я уже, в общем-то, протерла. Я не знаю, наверное, он останется здесь. Так, дальше у меня есть вот такие плетеные две полочки, ну, для каких-то мелких аксессуаров. Помыть вот эту дверь стеклянную, естественно, со всех сторон. Стеллаж я уже поставила вот так, поперек. Значит, мне нужно его окончательно еще помыть, потому что я его недосконально помыла. Вот. И, значит, вот еще у меня одно окно, которое нужно помыть. Оно у меня уже открывается. Я могу его открыть и помыть, в принципе, нормально со всех сторон. Так, с этой стороны выглядит все вот так. В общем, вот такой объем работы мне предстоит. Один раз когда-то одна дамочка мне написала, что вы нас обманываете. Это не ваш дом, вы постоянно с тряпками, со швабрами ходите, вы работаете горничной. А тайком, значит, от ваших хозяев показываете их дом. Надо бы вашим хозяевам написать и нажаловаться на вас. Я эту даму заблокировала. Она меня троллила вот так постоянно. Это было еще в прошлом году. Я не помню, я вам рассказывала об этом или нет. Мне кажется, она продолжает меня смотреть. Но, конечно, уже у нее нет возможности написать комментарии. Так вот, дамочка, я не горничная. Горничная. Я что, действительно похожа на горничную? Ну, может быть, да. Может быть, потому что я часто с тряпками, я часто со шваброй что-то тру, что-то мою. Действительно, дом большой. Я все делаю сама в своем доме, не в чужом. Если хотите, могу к вам прийти, убраться, окна помыть. У меня большой опыт. Я сделаю это быстро и с большим удовольствием, но только дорого возьму. Мой рабочий день стоит очень дорого. Да. Шучу, конечно. Ну, так вот. Так что, да, я в свой дом никого чужого не допущу, чтобы мне тут чужой человек тряпками махал. Я все делаю дома, сама, с большим удовольствием. И вот, чтобы помыть здесь окна, я подбирала себе соответствующий день и соответствующие настроения. Видите, какая погода на улице? Сейчас бы на огороде работать, бы доработать. Нет. А вот у меня душа лежит к тому, чтобы помыть окна. На это уйдет, может быть, час всего лишь. Но зато у меня будет такая общая моральная удовлетворенность, что я сделала хорошее дело. Огород немного подождет. Для огорода, в принципе, я выберу другое время. Вот. Главное, любое дело, в том числе и уборка по дому, в общем-то, вот это дело должно делаться. Нет, нельзя так говорить. Любое дело надо выполнять с хорошим настроением. И тогда все получится быстро, складно, качественно и хорошо. Ну вот, все готово. Окошко чистенькое. Все. Я довольна своим результатом. Можно переходить теперь к балконной двери. Но, наверное, это уже будет в другой день. Не все сразу. Новинка пришла для моей кухни. Я еще ничего не распечатывала. В общем, вот сюда положили в коробке подарочек. То есть вот это подарочек в отдельной коробке. А вот это сам агрегат. Напишите в комментариях ваши догадки, что бы это могло быть. Дам подсказку. Когда-то я вам говорила, что я очень хочу иметь вот такую штуку. Она особенно будет необходима и для домашних зимних заготовок. Ну и вообще в повседневной жизни эта штука очень-очень пригодится. Вот такая большая коробочка. Венеция. Угадай, что здесь. В ближайшем видео я вам обязательно покажу, как эта штука работает. Я уверена, вы все захотите иметь точно такую же. И ты хочешь? Да. Еще одну дам вам подсказочку. Вот эта штукинция именно вот такой формы. Вот как я сейчас поставлю. Мы заехали к маме. Привезла ей немножко продуктов по ее заказу. И привезла, значит, помидоры в собственном соку. Это уже мои заготовки. Мам, вдруг прокисшее выкинешь? Ну вроде как, судя по горлышку, должны быть хорошие. Так, рис. Помните, я вам рецепт показывала? Вот. У меня осталось всего 6 банок. Мы этот закусон съели на ура. Можно суп варить, можно так есть, как закуска, как холодный салат. Так что, если не забуду, я вам ссылку оставлю на этот свой рецепт. Сделайте. Смотрите, уже вот конец мая. И прекрасно в подвале стоит вот этот рис. И Анкл Бенц. Это из кабачков. Тоже вкусная закусочка. И теперь, смотрите, значит, я Мишке купила вот такую штуковину. Снимаю его реакцию. Это рыба. А внутри кошачья мята. И посмотрим, как он с ней будет играть. Ага. По форме, как настоящая рыба. Смотрите. Ну, мне кажется, что Мишке такая игрушка понравится. Вот. А то ему мышки уже все надоели. Он их уже загнал даже куда-то. О! Ее можно подхватить легко. Вот так. Смотрите, что творит с ней. И главное, за хвост. За хвост. Правильно. С хвоста надо начинать кусать. Ай, Миша, игрушка-то какая. Это скумбрия или селедка что-то такое-то? На что похоже-то? Ой, балдеж. Неужели с настоящей рыбой? Какой-то играет. А он по форме ее ассоциирует с рыбой. Опа. Опа. И подрать можно. И рыба не убежит никуда. Да? Ой, Мишаня, игрушка-то тебе какая. Смотри. Вот так. Опа. Будь здоров. А мне дашь? А мне дашь? Ай. Все. Теперь ты не отдашь. Да, Миша? А? Чем ты пахнет? Кошачьей мятой. Они внутри зашивают травку. Вот эту кошачью мяту. И она кошек с запахом привлекает. Смотри, что творит. Все. Он хоть теперь твои руки не будет кусать. Маме все руки искусал, кстати. Кидается. Не все. Не все. Две всего лишь, да? Ему охота играть. Кот-то молодой, игривый. Теперь у него даже не отнимешь. Ой, Миша, даже не отнять. Ой, дай мне рыбу-то. Дашь? Дашь? Я тоже хочу. Ой, он ее уже измуслякал. Она уже мокрая от слюней. Ой, мокрая рыба. Дай рыбу-то. Дай, дай, Миша. Отдай. Вот. И, значит, смотрите, что я еще привезла Мишке играть. Это тоннель. Вот такой. Я как-то вам его показывала. Это тоннель моих кошаков. Но я периодически его от них убираю. Он им поднадоедает. Его можно стирать. Его можно вот так сделать. Он шуршит. Вот. Не знаю, как Мишка будет играть, но в данный момент, по-моему, рыба больше его привлекает. Нет, туда он не полезет. Ну-ка, ну-ка, полезет, полезет. Ну, сейчас рыба у него. Ну, рыба, да. Сначала рыба. Она интереснее. Опа. Ну, все. Сейчас устанет, потом спать будет. Надо было ему сюда. Смотри, как... Смотри тебе, какой тоннель-то. Смотри. Лезь туда. Лезь. Смотри, шуршит. Если не будет, мам, играть. Вот так сложишь. И все. И можно убрать. Ага, ага. Опа. 33 удовольствия. А, все. Отняла рыбу. Смотрите, какая рыба. Вот она. Она мягкая. Знаете, как из чего сделана? Ой, на фетр, что ли, похоже. Да, и, видимо, внутри вот эта вот кошачья мята. Сейчас мы вот сюда ее. Вот так. О. Так. Так. Разгончик, разгончик. Разгончик. Опа. Так. Сейчас, сейчас нам расскажу. Оп. Сейчас. Ну, я с тобой. Да я не люблю тебя, не все, но она расскажет. А, где мышей ищем лучше? А, мышей? Мышей искать. Сейчас пойду искать. Все. Ну, все. Вот, Миша, тебе радость. Радость тебе. Да. Играй, играй, играй. Опа. Мишанька. Все, пока. Пока, Мишаня. Играй. Пока.